В Замбулской области объявили режим ЧС местного масштаба из-за снежной бури. В регионе закрыли трассы, задержаны порядка 20 пассажирских и грузовых поездов. Ожидающих на вокзалах людей пришлось разместить в гостиницах. Тем временем прогнозы синоптиков неутешительны. В ближайшие дни сохранится морозная погода. Об обстановке в регионе к этому часу материал Ильдара Гизатулина. Непогода бушует в регионе вот уже несколько дней. За это время из снежного плена спасатели вызволили порядка 5000 человек. О погибших и пострадавших не сообщается. Однако Буран повредил линии электропередачи и повалил опорные столбы. А с 13 декабря по поручению главы региона работает специально созданный оперативный штаб. Задействовано 171 человек, 76 единиц специальной техники. На блокпостах выставлены наряды полиции. Организована линия экстренной помощи при департаменте по чрезвычайным ситуациям в Жамбульской области. Прошедшие ночи железнодорожные пути в регионе замело снегом настолько, что поезда не смогли проехать. На расчистку оперативно направили сотрудников железнодорожной компании. Сейчас движение восстановлено, но людям пришлось ждать на вокзалах по нескольку часов. Рейс жду. С полседьмого утра он не приехал. Сказали, что с задержками. Потом позвонил своему проводнику. Он сказал, что мы задержимся на 4 часа. Я в результате переждал дома. 4 часа жду. Сейчас приехал. До сих пор его нет. Сейчас мы хотим до Чемкента их посадить в ближайший поезд. Там не имеет значения, у них есть билеты на этот поезд. Нет. Мы сейчас будем вести переговоры с начальником поезда, чтобы они взяли пассажиров до станции Чемкент. Приоритет в отправке поездов отдавали пассажирским. Ожидающих на вокзалах людей разместили в гостиницах, а на станции ШУ организовали горячее питание. Все мы объясняем. Понимание со стороны пассажиров есть. Есть те пассажиры, которые срочно хотели доехать, но по возможности мы никого не оставляем. Ни один пассажир не остался без посадки. Всех мы посадили, всех отправляем и принимаем тоже пассажиров. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет господствовать непогода. Ветер может усилиться до 30 метров в секунду. Местные власти призывают жителей не выезжать на республиканские трассы.